МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Национальный банк Казахстана готов потратить порядка 500 миллиардов тенге на программу оздоровления банковского сектора. Как сообщил заместитель председателя Нацбанка Олег Смоляков, первые суммы будут выделены уже в середине августа. Правда, не оглашается пока, каким именно банкам дадут деньги на развитие. Сейчас идет проработка персонально с каждым из 15 банков, которые имеют капитал не менее 45 миллиардов тенге. Это главное условие участия в программе. Однако решение добровольно будет принимать каждый финансовый институт. Деньги Национальный банк выделит из своего бюджета. Банки второго уровня должны будут вернуть полученные суммы без начисления каких-либо процентов. Программа оздоровления банка рассчитана на 15 лет, но, как подчеркнули в Нацбанке, первые 5 лет будут ключевыми. За это время банки смогут поправить свое финансовое положение, страдающее в первую очередь от невозвращенных клиентами кредитов. Мы предполагаем, что в рамках реализации программы собственный капитал банков увеличится более чем на 1 триллион тенге. Соответственно, банки смогут сократить размеры неработающих займов на аналогичную сумму. Кроме того, в рамках программы предполагается увеличение кредитования приоритетных отраслей экономики на сумму не менее чем 300 миллиардов тенге ежегодно. Министерство национальной экономики разработало законопроект по обеспечению государственного контроля ценно-социально значимые продовольственные товары. В ведомстве признают, что закон сложный, нужно найти баланс интересов производителей, потребителей и продавцов. Пока законопроект не утвержден, продукты дорожают по вполне объективным причинам, в частности, из-за высокой себестоимости логистических расходов и наценки розничных сетей. А для того, чтобы цены не повышались искусственно, в Миннациэкономике продолжат регулярный мониторинг рынков. Региональным штабам и стабилизационным фондам поручено активизировать работу в этом направлении. Мы считаем, что необходимо также активно вовлечь институт общественного контроля и институт контроля бизнеса за бизнесом. То есть в рамках недавно созданной ассоциации ритейлеров, комитета НПП по торговле, предлагаем им подключиться к этой работе с тем, чтобы такой сложный и государственный контроль был заменен контролем со стороны Лиги и общей защиты прав потребителей, ну и внутри самого бизнеса через Атамикен. Союз предприятий автомобильной отрасли Казахстана КазАвтопром опубликовал данные о динамике регистрации автотранспортных средств по итогам первого полугодия 2017 года. В течение января и июня текущего года органами административной полиции поставлено на учет 546 тысяч автотранспортных средств. Это на 20% выше аналогичного показателя прошлого года. Из них 518 тысяч пришлись на вторичную регистрацию техники, сменившие владельцев на 22% выше показателя годичной давности. Вклад первично регистрируемых автомобилей составил 28 тысяч единиц, что на 2% ниже значений января и июня 2016 года. По итогам июня количество поставленных на учет автомобилей достигло 104 тысяч, превысив прошлогодний результат на 18%. Из них 98 тысяч составили перепродажи на вторичном рынке. Более двух третей автомобилей, повторно зарегистрированных за 6 месяцев текущего года, составила техника в возрасте старше 10 лет. Укрепление авторитета Беларуси на мировой арене и увеличение отдачи от экспорта. Такие задачи поставил президент Александр Лукашенко, проведя совещание по приоритетам внешней политики. Навстречу во Дворец независимости были приглашены дипломаты, руководители профильных министерств и крупных предприятий. Александр Лукашенко отметил, что сегодня для развития страны требуется более масштабная и наступательная работа на внешних рынках. Это касается и политики, и экономики. Такая задача поставлена перед правительством, парламентом и министерствами. Обстановка в стране и мире, по словам президента, известна каждому из присутствующих. И в непростое время работа на международной арене – это зона ответственности не только Министерства иностранных дел. Стратегический партнер Минска, при этом, безусловно, России, но важным остается развитие контактов с Китаем, продолжение нормализации отношений с Евросоюзом и наращивание товарооборота со странами дальней дуги. Правительству и МИДу необходимо активнее отстаивать интересы отечественных производителей за рубежом. И третья задача – новая стратегия экспорта с упором на продажи готового продукта. И еще одна задача – наращивание экспорта услуг, в первую очередь от туризма. Кроме того, МИД оценивает работу посольств по продвижению белорусских товаров. В целом, работа идет успешно, но в 16 странах задачи пока не выполнены. Первое направление – повышение роли Беларуси в мировой политике. Все основания для этого у нас имеются. Да, для большей части мира мы – молодое, суверенное государство, но процесс формирования нашей государственности насчитывает не одно столетие. Сегодня ради укрепления авторитета страны нам необходимо расширять круг деловых партнеров и надежных союзников. Не ссориться, не конфликтовать, а дружить со всеми. Принципиально важно в равной степени развивать сотрудничество с Востоком и Западом, не делая выбора между ними. Налаживать контакты нужно везде, чтобы нас знали, понимали и в итоге принимали. Только тогда с уверенностью можно рассчитывать на установление взаимовыгодных отношений. И мы это уже давно и успешно осуществляем на практике. Многовекторность – один из важнейших приоритетов белорусской внешней политики. Стало неоспоримым свершившимся фактом. В результате такой многовекторной политики мы добились нового восприятия нашей страны в мире как независимого миролюбивого государства, своего рода донора безопасности в регионе. Миллионы долларов готовы вложить арабские инвесторы на строительство дорог и больниц в Кыргызстане. Об этом договорились власти республики и представители ближневосточного бизнеса. Кыргызская сторона на переговорах представила более 20 предложений на общую сумму в 630 миллионов долларов. Больше половины инвесторы уже согласились выделить. В частности, на проекты в здравоохранении и сельском хозяйстве. Кроме этого, деньги пойдут на завершение капитального ремонта дороги в районе озера Иссык-Куля, а также на строительство магистрали, соединяющей Кыргызстан и Казахстан. В сентябре запланирована еще одна встреча с арабскими бизнесменами, на которой будут подробно рассмотрены детали проектов. Украина готовится встречать иностранцев биометрическим контролем. Как на белорусах отразятся объявленные меры. В Госпогранкомитете Беларуси напомнили о безвизовом режиме на украинской границе. Нововведение предусматривает усиление контроля за въездом, выездом и пребыванием иностранных граждан на территории Украины. Снятие отпечатков пальцев и цифровое фото, как рассчитывают в Киеве, усилит возможности для борьбы с терроризмом. Правда, когда пограничные пункты будут обеспечены необходимым оборудованием, пока неизвестно. Государственный пограничный комитет Республики Беларусь не получал по официальным каналам от украинской стороны информации о ведении биометрического контроля иностранных граждан при пересечении границы Украины. С белорусской стороны международные пункты пропуска на белорусско-украинской границе функционируют в прежнем режиме. На данном направлении действует ранее установленный порядок и правил пересечения государственной границы. Летние Олимпийские игры 2024 и 2028 года пройдут в Париже и Лос-Анджелесе соответственно. Решение принято по итогам внеочередной сессии Международного Олимпийского комитета, который единогласно утвердил, что проведение единовременных выборов в столице состоится в сентябре на 131-й сессии, организованной в Лиме. На проведение игр претендовали Гамбург, Будапешт, Рим, Париж и Лос-Анджелес, но только последние два города вошли в окончательный список претендентов и подтвердили свои заявки. На заседании было принято решение о создании трехсторонней комиссии с участием исполкома Международного Олимпийского комитета, заявочных комитетов Парижа, Лос-Анджелеса и Национальных Олимпийских комитетов Франции и США. Если соглашение между тремя сторонами будет подписано, то на 131-й сессии будет выбрана столица Олимпиады 2024, а второй город автоматически получит право на проведение игр 2028. А если соглашение подписано не будет, то сессия выберет только город проведения Олимпийских игр 2024 года. Ближайшие летние Олимпийские игры пройдут в 2020 году в Токио. Один из наиболее амбициозных проектов в мире стал главной темой форума «Кран Монтана», который только что завершился в Барселоне. Проект «Новый шелковый путь» под руководством Китая, призванный объединить Азию, Европу и Африку, сухопутными морскими путями может привести к повороту в мировой экономике и дать новый шанс для сохранения международной стабильности. Проект объединяет около 60 стран, в которых живет более половина населения Земли, которым принадлежит треть мирового ВВП и 75% мировых энергетических ресурсов. Ведущие инвесторы подчеркивают необходимость сотрудничества с правительствами, которые должны создать надежную среду для вложения денег. Инвестиции уже пришли в различные регионы. Многие страны, включенные в проект, могут исправить недостатки своей инфраструктуры и транспорта, которые затрудняют торговлю. Как главный инициатор проекта, правительство Китая в мае объявило о выделении 110 миллиардов евро. Несмотря на подозрительность ряда стран, таких, например, как Индия, в отношении нового шелкового пути, Китай защищает свою идею в качестве проекта сотрудничества, основанного на консолидации, а не на конфронтации. Однако его позиция основного инвестора на Ближнем Востоке и в Африке все же вызывает сомнения. Страны-участницы хотят гарантии в лице Евросоюза. И наши лидеры, и члены парламента, и правительственные учреждения должны удостовериться, что местное население только выиграет от партнерских отношений с Китаем, и что любые шаги, предпринимаемые китайцами, сулят им выгоду. Население не должно оставаться в стороне, а должно активно участвовать в соглашении, в тех инициативах, которые будет осуществлять Китай. В Великобритании ежегодный обзор рынка рабочей силы, так называемый доклад Тейлора, отмечает необходимость повышения равноправия и прозрачности на рынке труда. Обнародование выводов доклада состоялось в присутствии членов британского кабинета. Свои соображения по поводу условий найма на фоне Брексита и развития современных экономических методов высказала премьер страны Тереза Мэй. В докладе Тейлора обращается особое внимание на сектор временной занятости, которая усиленно развивается в последние годы. К этому сектору экономики относятся современные методы доставки еды и перевозки пассажиров, такие как Юбер. В Великобритании сети, построенные на частичной занятости, работник обещает властям повысить качество найма. Мы не станем закручивать законодательные гайки. Для нас важно обеспечить права и защиту граждан, а это означает повышение занятости, борьбу с безработицей и полноценная работа для всех. Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн и Египет вновь заявили, что не откажутся от введенных в отношении Катара санкций, пока доха не примет все выдвинутые этими странами требования. Это заявление было сделано после подписания министром иностранных дел Катара Мухаммедом Бель Абдель Рахманом Альтани и государственным секретарем США Рексом Тилерсоном меморандума о борьбе с финансированием терроризма. Именно обвинение Катара в финансировании терроризма послужило поводом для антикатарской четверки ввести против этой страны экономическую блокаду. Государственный секретарь США Рекс Тилерсон направится в саудовский город Джиду для переговоров с четырьмя странами, которые добиваются от Катара сворачивания отношений с Ираном, закрытия телеканала Аль-Джазиры и прекращения военного сотрудничества с Турцией. Катар является первой страной, подписавшей меморандум о сотрудничестве США в этой области, и мы призываем государство, бойкотирующий Катар, присоединиться к нам в качестве подписавших этот документ о взаимодействии. Субтитры создавал DimaTorzok